Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня начинаю снимать его с самого утра. Пока у нас еще не так жарко, хочу испечь яблочный пирог, потому что позже уже духовкой пользоваться просто невозможно. Сейчас я вам расскажу, какие нам потребуются ингредиенты. Вообще пирог можно готовить с абсолютно любыми фруктами, ягодами сезонными. У меня здесь где-то 700-800 грамм яблок наших, и вот один такой инжирный персик остался какой-то не очень, поэтому я хочу его использовать в выпечку. Далее нам потребуется где-то 250 грамм муки, плюс-минус будем ориентироваться по тесту, потому что яйца у всех разные. 200 грамм сахара, потребуется 3 яйца, цедра лимонная и немножко лимонного сока. Можно делать то же самое с апельсиновой цедрой, можно вообще, в принципе, этот момент упустить. Дальше сливки на 200 миллилитров, любые 10, 20, там 33 процента, какие у вас будут. И чайная ложка разрыхлителя. Можете добавить ваниль, ванилин, если хотите. Такие простые ингредиенты сейчас будем готовить. Без твоих семей, ты от Альи. Без suoковики, это simplemente. Финкты. Главное, что called it clearer такое бусарь! 10 вернуло debutноеlaw. Из Альи Альи разгород esas биски. Первый шаг, мы сейчас с вами смешиваем 200 г с сахаром и 3 яйца будем взбивать до увеличения массы, чтобы она стала пышной. Вот так вот увеличилась наша масса в объеме. Теперь я сюда добавлю сливки, добавлю цедру лимона и немножко лимонного сока. Я это делаю в плане лимона просто на глаз. Теперь всыпаю сюда муку вместе с разрыхлителем. Тесто готово. Вот такой на нас получилась консистенция. Сейчас я просто нарежу яблоки и добавлю их сюда. Яблоки я не очищаю, потому что они садовые. Музыка. Яблоки. 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 перелила тесто оставлю сейчас разогретую духовку 180 градусов у меня на ну и пирог у нас будет выпекаться где-то минут наверное 30 плюс минус у каждого духовка печет по-своему плюс у нас может быть разная форма у кого-то будет повыше сам пирог подольше будет запекаться у кого-то пониже чем ориентируйтесь как только вверх золотится начинаете проверять шпажкой зубочисткой как будет выходить сухой значит все готово я повторила заказ заказала 5 часы вот такие вот наушники и уже мужу вот такой вот powerbank у меня есть потрясающая штучка сейчас все распакуем и покажу давайте сразу начнем с часов хочу обратить внимание на дисплей он очень чувствительный никак не подвисает не глючит ничего и он безрамочный посмотрите также есть кольца активности как в оригинальной версии можно искать телефона с часов можно также как и в оригинальной версии измерять пульс и кислород есть разные фитнес-режимы в общем-то просто на любой вкус часов можно звонить и принимать вызовы это тоже очень очень удобно часы также приходят уведомления с телефона как и в оригинальной версии часы активируются при поднятии руки также абсолютно как в оригинальной версии ну и в целом очень качественная сборка алюминиевый корпус керамическая задняя панель просто супер ремешки кстати говоря здесь смена теперь powerbank девчата это просто бомба я встретку он красивый очень эргономичный удобный мне кажется пометится даже в самую-самую маленькую сумочку но и сейчас я думаю powerbank это незаменимая вещь потому что очень много времени мы проводим в телефонах посмотрите он просто магнитится к айфону он хорошо держится тут же отображается виджетах на айфоне да можно посмотреть в общем моя рекомендацию очень классные вещи сейчас вам покажу наушники вы можете видеть какая у них комплектация работают они у них достаточно большая дальность я потому что бывает делал какие-то дела по дому втыкаю наушники и вот хожу у меня по крайней мере тут связь не терялась сейчас вам покажу какой функционал настройках айфона есть у этих наушников наушники тоже очень классные вакуумные очень хороший звук заказать все это можно у ребят в люкспот спб это один из самых крупных магазинов реплик а на весь товар они дают гарантию оплатить можно после получения да никакого подвоха просто пишите им говорите что вы от меня екатерина гурядов и получите скидку ну и конечно же после того как я закончила готовить необходимо вымыть всю посуду а прибраться на кухне разложить все по своим местам ну а дальше пойду укладывая спать малышку пирог я очень вам рекомендую попробовать приготовить готовится быстро просто вкусно и вот эти вот сливочно-лимонные нотки очень чувствуется и пирог получается знаете ну не таким банальным наверное как обычный яблочный пирог как обычная шарлотка и вот и Сейчас хочу вам показать свои новиночки для кухни. Приобрела две новых разделочных доски из дерева акации. Очень красивая фактура, приятные доски, красивые цвета. Единственное, но они абсолютно не обработаны маслом. У них хороший размер, вот эта вот 30х20 маленькая доска и побольше у нее размер 36х24. Действительно очень красивые, буду ими с удовольствием пользоваться. Но сейчас предварительно обработаю все маслом. И взяла я их на смену своим старым деревянным доскам, которым уже лет, наверное, 10. И взяла вот тоже из дерева акации такую ложку и лопатку. Тоже очень приятные, но также буду обрабатывать их маслом. И докупила вот такие емкости для сыпучих продуктов. Бренд Идея серия Степ. Удобно в них хранить бакалею. Вы уже видели организацию хранения, где у меня хранятся именно крупы. И мне вот не хватило несколько баночек. Буду наводить порядок, где у меня хранится мука, крахмал, какао. Такого плана продукта. Наверное, сделаем это с вами, может быть, в следующем видео. Ну а сейчас я буду обрабатывать свои приобретения, свои покупки при помощи масла и тряпочки. Тряпочку берите, вот у меня микрофибровая тряпочка. Берите, которая не будет цепляться и потом оставлять какие-то ворсинки, шварушки. Что-то такое лучше использовать. И под видео ранее, где я также обрабатывала деревянную свою посуду, меня спрашивали, для чего это делать. Я, если честно, думала, что сейчас, наверное, все уже об этом знают. Это просто уход за посудой, за какими-то лопаточками, чтобы они дольше служили. Вот и все. То есть и внешний вид сохраняется, и служить будет такая посуда гораздо дольше. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, дальше на акции, на скидки вот такие вот макарошки. Я Рума говорила вам, что они мне нравятся, поэтому вела вот такие фузеллини и тельетели. Тоже очень нравится. Когда я готовилась с ними, спрашивала, что сопроизводитель, где продается девчата. Вот перекрестки, и это все было по акции. Далее взяла творог. Очень люблю вот этот творог городецкий, замечательный и на сырники, и на запеканку. У меня здесь две упаковочки. Девочкам вот такие вот флай-чипсы зерновые, просто с морской солью. Очень вкусненькие они. Далее хочу сделать паштет, поэтому взяла сливки. Так, что еще? А, я вот тут уже открыла, попробовала. Первый раз берем вот такая вот зеленая линия. Это нутовые чипсы, значит, со вкусом авокадо и со вкусом йогурта и трах. Но такие специфические, не каждому понравятся, но интересные вообще. Так, далее вот такой вот соус. Меня муж любит такое. Взяла. Потом на скидке от Филиппа Беррио было такое вот песто с печеными овощами. Очень вкусный. Поэтому взяла. У меня дочка просила суп. Она любит, когда суп с макаронами, чтобы были или циферки, или какие-то буковки. Поэтому две вот такие вот упаковочки. Еще взяла лук-порей. Здесь у меня две штучки заказала. Хочу с ним что-нибудь приготовить. Также на бургеры вот такой вот салат. Спрашивали, почему мы сами не выращиваем. У нас растет салат, но мы едим его так много. Он просто не успевает отрастать. Поэтому у нас есть и в огороде. Я так заказываю. Дальше вот такой вот сыр строчтел. Очень мне нравится. А потом сметана. Это все зеленая линия. Дети у меня любят вот такие вот овощные чипсы. Здесь морковь, свекла, репы, циква сушеная. Потом взяла сыр Мазда на бургеры тоже положить. И вот такой вот сыр копченый бекон. Очень мне понравилось. Смотрите, абсолютно прозрачная упаковка. И он хорошего качества. То есть прям мало жира. Очень хороший. Мне понравился. И уже в который раз практически в каждый заказ я добавляю вот такие вот эко-салфетки. Классные. Вот они у меня как раз и здесь сейчас. Сейчас вам покажу. Вот такие вот они. Нет, беленая бумага. В общем классные. По итогу у нас получился такой заказ. Никуда не нужно было ехать. В выходные мы тут купались. Дети у нас отдыхали. И все к нам привезли буквально за час. Все продукты свежие. Отличные сроки годности. Хорошего качества. Овощи. Придраться не к чему. Плюс в перекрестке очень широкий ассортимент разных товаров, продуктов. Поэтому у меня здесь видите просто зубные щетки, лейкопластырь, салфетки и какие-то фрукты, овощи, мясо. Я всегда нахожу все, что мне нужно и никаких претензий к качеству продуктов у меня нет. И кстати, что очень здорово, что акции и скидки совершенно такие же, как в магазине. Поэтому видите, много товаров у меня здесь вообще по акции. Ну и по традиции у меня для вас приятный бонус по моему промо-коду Гурьянова20. Вы получите скидку на свой первый заказ в 20% для новых покупателей. А ссылочку на приложение, а также свой промо-код я оставлю для вас в инфобоксе. Или сканируйте QR-код с экрана и скачивайте приложение. Переходите и совершайте покупки быстро и выгодно. Пирог готов, меня уже все попробовали. Сейчас я хочу попробовать кусочек, на самом деле очень вкусный, с чашечкой чая. Просто замечательно. И хочу замочить микрофибровые тряпочки, как раз которые обрабатывала посуду. Плюс просто в кухне засыпаю пятна водителем, который из 100% перкарбоната натрия. И замечательно, вот этот порошок справляется для того, чтобы поддерживать чистыми тряпочки кухонные полотенца. Ну а теперь я вам покажу покупки. Все заказывала на зон. Здесь, знаете, все подряд. И специи, есть и канцелярия, и погремушки. В общем, такой микс получился. И я хочу ответить на достаточно популярный вопрос под видео, где я показывала канцелярские товары, которые купила для детей. Почему, мол, я сама покупаю, а это не делают дети. То есть они сами не идут и не выбирают. Я не знаю, как ваши дети, но мои дети, если пойдут в магазин, они купят что-то максимально яркое, цветастое. Это будут ластики какие-то, очень, не знаю, красивые авокадо, пироженки, которые не будут стирать. Это будут какие-то дикие ручки с перьями, с помпошками, еще с чем-то, которые будут мазать. Это будут ножницы, которые не будут резать. То есть, ну, они смотрят на внешний вид, на привлекательную упаковку. Чаще всего, да, это вот такие вот, какая-нибудь китайская канцелярия, которая очень красивая, такая мишная, но вообще абсолютно не функциональная. Поэтому к школе их собираю я. А вот для дома, там, ради бога, стикеры, какие-то скотчи, ластики, вот какие хотите. Они сами идут в магазин, типа как в моде, да, ну, как сами вместе со мной. И они покупают для домашнего использования то, что им нравится. Но к школьным принадлежностям у меня есть определенные требования, поэтому в школу собираю их я. Но я считаю, что я все равно стараюсь покупать какие-то такие приятные вещи, которыми приятно пользоваться, которые внешне симпатичны. И, в общем-то, свои какие-то функции, задачи выполняют. Первое, что вам покажу, взяла вот такой вот набор ручек. Эрик Краузе, Нео. У нас солнечная погода, и вот как бы я не настраивала камеру, все равно будет бликовать. В общем-то, ручки Нео, я покупала маленькую упаковку, они очень классные, потому что у них тоненький стержень. И если вы любите ручки, которые тонко пишут, вот, то присмотритесь, очень классные. И, единственное, что у них чернила такого фиолетового цвета, у меня вот, например, мама любит, она мне всегда покупала ручки, которые пишут, ну, таким более синим, голубым, что ли, цветом. То есть, она говорит, тогда тетрадка смотрится опрятнее, как-то чище. Ну, вот здесь такой вот более фиолетовый цвет, фиолетовые чернила. Так, здесь 60 ручек, и я надеюсь, что нам надолго хватит, на учебный год точно хватит. Потому что ручки у нас теряются, разлетаются. Следующий, это тоже будет Эрик Краузер, Эрик Краузе, Нео. Вот такой наборчик. Здесь у нас получается синий, черный, красный, зеленая ручка. А цветные ручки тоже требуются в школе, вот, поэтому такой набор тоже приобрела. Тоже они тоненько пишут. 0,26 мм толщина. Толщина. Девчонки, буду, как и сказала, показывать хаотичные продукты. Сейчас вам покажу детский спрей с антибактериальным эффектом. Я беру вот такой. Беру сейчас и для себя, и девчонкам в школу, на занятия, тут в садик. Сейчас вам покажу. Называется вот так. Бимуника, если я никак не коверкую. Очень классные, приятные ароматы, приятно ими пользоваться. Здесь такой спрей идет. Удобно распылять на руки, и какой объем 100 мл. И приятно пахнет. И, по-моему, они без спирта. Да, здесь вода, пантенол, календула, антимикробный какой-то компонент. В общем, классные штучки. Следующее, что вам покажу, это зубные щетки. Вот такие я приобрела для всей семьи, для себя, для мужа, для детей. Курапрокс. Монопучковая щетка. В общем-то, в чем ее смысл, почему она мне так нравится. Она замечательно прочищает задние зубы. То есть вы сможете их хорошо вычистить, гораздо лучше, чем обычной щеткой. Не важно, электрическая на вас или просто щетка. И также вот это вот место у зубов, где зубы примыкают к деснам. Она тоже очень классно вычищает. Поэтому у меня дети раз в день зубки чистят вот такой вот щеточкой. Очень классная. Так, ну, они бывают разные. Я просто взяла Курапрокс. Когда искала на Озоне, там увидела... Ну, в общем, много-много сейчас разных таких зубных щеток появилось. И себе взяла зубную щетку Марвис. Мне очень нравятся их зубные пасты. Просто отличные. Правда, у них только взрослые. И взяла себе зубную щетку. Я себе такую брала в роддом. Только такую мини-версию. Вот. Мне нравится, что у нее щетина. Курапрокс очень мягкая. Лично для меня щетина. Я люблю все-таки такую средней жесткости. Взяла вот такую вот. Марвис. Знаю, что... Вы спрашиваете, вы у нас же эти электрические зубные щетки. Я к ним не могу найти оригинальные насадки. Вот. Мне там уже написали в телеграм-канале. Делилась, когда покупками, что на Алиэкспресс есть. Посмотрю. Вот. Потому что у меня и у нас, и у детей. Вот у нас Филипс, Соники, зубные щетки. Сейчас... В общем-то, насадками же нельзя бесконечно пользоваться. Поэтому сейчас вот в поисках насадки. Ну, а пока взяла вот такие. Следующее, что я приобрела, это специи. Вот такие вот. Очень мне нравятся. Так. Давайте сейчас поближе. Вот. Вот так вот называется. Cape Herb and Spice. Значит, вот моя любимая барбекю. Я ее добавляю в салаты, к завтракам, да. Яйцо, например, посыпаю ей. Просто блюдо. Очень вкусное. И вот такая вот для рыбы. Чем мне они нравятся? Тем, что это мельницы. И тут вот прям такие вот специи лежат. Еще не перемолотые. Классные, ароматные, очень качественные. И, ну, конечно, такой вот в баночке хватает надолго. Здесь 230 грамм. Но, несмотря на это, то есть вот никак свои свойства, аромат, специи не теряет. Очень классные. Так. В прошлом видео, по-моему, в прошлом я вам показывала продукцию Лео Ярко. Пластилин очень классный. У меня дети уже практически всю упаковку израсходовали. И вот я заказывала пластилин чуть-чуть пораньше, чем мне тогда пришла доставка. Тоже достойный пластилин. Бренд называется Коляка-Маляка. Здесь 12 цветов. Яркий, не пачкает руки, легко разминается. И вот чем он мне понравился, сейчас я вам покажу, что здесь, ну, во-первых, 12 цветов. И вот, видите, цвета разные. Есть такие более пастельные оттенки. Лизули в школу. Вот такой вот наборчик. Тоже хороший пластилин, не дубовый. По-моему, вот я говорила, луч, вот он прям дубовый, его не разумеешь. Коляка-Маляка бренд вот такой вот с овечкой. Надеюсь, видно, девчат, не отсвечу. Действительно, я просто ничего не могу сделать, солнышко светит. Так, и простые карандаши, сейчас вам покажу, какие взяла. Взяла вот такой вот наборчик. Это у нас Faber-Castell, все ускороем. Значит, здесь идет два ластика, вот таких вот. Они одеваются на карандаш. Далее идет вот такая точилка, то есть с резервуаром, куда точить. И тут, видите, получается аж три разных отверстия для заточки карандашей. И идет набор простых карандашей, вот такой вот. Я еще как бы со своей школы помню, я пользовалась такими карандашами, очень хорошие. И взяла вот такие еще Стабила. Сейчас вам покажу. Они идут с ластиком. Ну, посмотрим, какие, насколько они будут писать. И мне вот не нравится, когда карандаши оставляют грязь, знаете, когда они как-то так вот размазываются. Но вот я сейчас смотрю, мне кажется, это вот будет именно такой. Ну, посмотрим, девчонки. Если что, ой, если что, все у меня тут посыпалось для домашнего. В общем, если что, для домашнего использования. Ставим, чтобы в тетрадке грязнее. Образовывалось. Вот так. Еще, конечно, хорошие там карандаши Кахенур. Но, честно, я сама со школы не люблю вот эти вот оранжевые у них такие карандаши были. И они до сих пор такие же остались. Вот, что-то хочется бы приятнее. Следующие я вам покажу. Это вот такие вот ручки Стабила. Не знаю, может быть, я вообще себе их возьму. Тоже еще со школы им пользовалась, нравятся. Но они пишут потолще немножко. Посмотрим, какие там Лизия захочет, такие будет брать. Так, сейчас вам покажу карандаши, которые приобрела. Вот такие вот карандаши Кахенур. 12 штучек у меня здесь. Они пойдут Лизе в пенал, то есть в школу с собой брать. 12 цветов, более чем достаточно. И для домашнего использования тоже освежить карандаши обновили. Взяла вот такую вот палитру на 36 цветов. Фломастер его я в этот раз не покупала. Фломастерами в школе они особо не пользуются. И дома для домашнего использования у нас тоже их большое количество. В свое время покупала такие большие наборы фабрикастел девчонкам. Отличные фломастеры, замечательно рисуют. Очень большая цветовая палитра. Ну вот для дома такие вот Кахенур. И цена, кстати говоря, у них тоже приятная. Ну и качество замечательное. И вот на что я обращаю внимание, вот если говорить про качество там карандашей, чтобы, во-первых, у них стержень был хороший, такой ударопрочный, чтобы когда там карандаш один раз не упал на пол, стержень весь не растрестывался. Знаете, когда потом точь карандаша, постоянно грифель ломается. Вот у китайских дешевых карандашей именно так и происходит, чтобы цвет был хороший, чтобы карандаш мягко рисовал, чтобы ребенку было удобно разукрашивать. Вот так. Следующее, что я приобрела, это акварель. Взяла на этот раз от Санет, да, производитель, это что, Невская палитра. Вот так выглядит. До этого я брала акварель Джилл, вот так кажется, так называется. Но в этот раз решила купить немножко подороже. И на нее, конечно, там, замечательные отзывы. Я честно не знаю, как вот будет, потому что беру первый раз вот такая вот акварель. Насколько это будет удобно пользоваться в школе. Но вроде бы по отзывам вообще они замечательные. И акварель сама по себе очень качественная, пользоваться удобно. Ну, посмотрим. Просто вот здесь такие ячейки, они как вылетают, что ли. Вот так. Посмотрим. Джилл, вот я покупала раньше тоже очень качественная акварель. Ну, как бы детская, но у нее высокая цветопередача. Красиво тоже рисует. Ну, посмотрим, как вот это будете себе вести. Беру первый раз. Кстати, девчата, делитесь, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, будет полезно не только мне, но и каждой из нас. Почитайте, какие у вас фавориты вот в канцелярии, там, школьной. Какие вы ранцы покупаете, какие пеналы, какая вообще, какую канцелярию приобретаете, какие проверенные бренды, да, потому что среди вас, я думаю, есть более опытные мамы, у которых там уже не один ребенок отучился в школе. Вот, я думаю, к вашим советам тоже многие прислушаются. Следующий взяла вот такие, вот такой набор ластиков, Кахинор. Тот-от слоник тоже из-за моего детства еще эти ластики, как были они, так и есть. Взяла я разный клей, вот такой вот. Вот, я его купала и в прошлом году, хороший порос, если опять же никак не говерка в названии, вот таких вот четыре больших чубика. Это и для дома у нас пойдет, и в школу. Дальше взяла вот такой клей ПВА кисточкой. Честно, вот не помню, у меня в школе был такой клей ПВА кисточкой, как он себя ведет. Хорошо он служит, нехорошо, или кисточкой это дубеет. Ну, в общем, взяла попробовать, просто не помню. И потом взяла вот такой вот еще клей ПВА, тоже порос. Вот так вот он выглядит. Ну, посмотрим. Какой-то экстра сильный, не капает. Но, насколько я помню, главная проблема это то, что клей ПВА, вот носик, в носике застывает клей, и потом как бы проблематично им клеит. Ну, вот я, смотрите, что здесь вижу. Вот здесь открыли, да, выдавили. Видите? Нет ничего. А потом завинтили, я так понимаю, вот эта вот пипка, она все остатки клея выдавливает, и, наверное, вот такой проблемы не происходит, не случается. Ну, посмотрим. Сейчас покажу, какие приобрела обложки. Вот одни мне очень понравились, а другие нет. Я люблю прозрачные, такие плотные, хорошие обложки. Значит, заказала, вот не видя на Азоне, вот такие обложки. Смотрите. Они, значит, тут были супер плотные, то есть очень толстые, но мне что не нравится, я вам сейчас покажу. Видите, они какие, такие белесые какие-то, ну, то есть мутные. Я такие не люблю. Я люблю прозрачные, и у меня, правда, вот этикетки не осталось, но вот я люблю вот такие вот. Вот они супер плотные тоже, такие хорошенькие, прозрачные. Вот взяла на разные учебники. Вот видите, ничего тут не искажается. Хороший, как-то гринч, что-то там. Я вам просто подпишу. Но вот реально суперские обложки, классные, очень плотные, хорошо служат. И вот тоже я не видела, ну, как бы, может, невнимательно читала, и я взяла вот такие вот обложечки, очень красивые, мимишные, Эрик Крауза. Вот, видите, тут всякие мишки, там всякие бабочки, потому что тетрадки сейчас должны быть такие очень серьезные, однотонные, ну, и чтобы как-то, чтобы это было все-таки немножко так более, поинтереснее, я взяла такие обложки. Ну, видите, они тоже белесые. Не знаю, как будет смотреться на самой тетрадке. Вот, ну, посмотрим. Взяла такой набор. Возможно, для черновичков замечательно подойдет и будет хоть немножко повеселее. Взяла набор вот таких вот стикеров, две пачки Софии и Лизе. Мне еще осталось заказать магнитные закладки, вот пока я их не заказала, вот такие стикеры. Дальше подставка под книги, вот такая вот, очень симпатичная, сейчас вам покажу. Я взяла Лизе, но когда София увидела, сказала, что ей, конечно же, тоже нужна такая нежно-розовая подставка. Вот, она полностью металлическая, Бруно, Бруно Висконди, кажется, так? Вот. Знаете, девчонки, товаров много, я, наверное, вот сейчас показываю вам, показываю производителя, вы можете сами поискать, а ссылки я, наверное, оставлю своим телом, в телеграм-канале, там сделать это мне будет попроще, вот так. На все, на все эти товары. Дальше, ну, палитру взяла, самую обычную, вот такую вот. Следующее, что я вам хочу очень посоветовать, это цветная бумага. Картон, по-моему, еще мне не пришел, цветная бумага, вот такая, производитель, Феникс Плюс, цветная, двухсторонняя, мелованная бумага. Здесь идет, вот 60 листов, 12 цветов, и бумага плотная, чем мне нравится. Во-первых, большая палитра, много-много цветов, бумага, как я вам сказала, усторонняя, что классно, девчонки, что это не какая-то папочка, уголок, из которой бумага может вывалиться, неудобно ее закладывать, ребенок будет в конце урока торопиться, неудобно. А здесь смотрите, какой принцип, то есть вот листы, они просто проклеены, я, конечно, их сейчас, ну, подирать не буду, они очень легко отклеиваются, и все, все остальные, да, листочки цветной бумаги, они остаются на месте. Я взяла два набора, один в школу, другой для домашнего творчества, но они абсолютно одинаковые, просто разные картинки, очень классная цветная бумага. И я приобрела девочкам маленькие альбомчики, сейчас вам покажу, очень красивые, это я приобрела для домашнего творчества, альбомы для рисования, смотрите, какие у них красивые обложки, вот такие, у меня каждого взяла по две штучки, потом такая обложка, вот такая вот феечка, сейчас вам покажу, и вот такая вот. То есть у меня, в принципе, детям не всегда нужны альбомы, вот формата А4, они любят что-то порисовать, что-то позаписывать, поэтому вот такие вот небольшие альбомчики, очень классные, сейчас смотрю, кто производитель, а, ООО графика, вот так вот, я их приобретала в ленте, девчонки, вот эти вот альбомчики, очень классные, небольшие, белая бумага хорошая, классные. А сейчас покажу, что взяла для нашей младшенькой, вот такие вот погремушки пижин, вот такая, и вот такая, тоже мне понравилась, она легкая, удобно вкладывать в ручку, здесь такое силиконовое основание, здесь тоже все безопасно, шарик гремит, в общем классные эти погремушки пижин, такие самые-самые первые. Девчонки, ну на этом я буду свое видео заканчивать, огромнейшее спасибо, что посмотрели его, обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, нам увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока.